В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Более тысячи проголосовавших подведены итоги опроса общественного мнения о приоритетном кандидате на пост председателя КУМИ. В ЕГЭ, за или против, в Госдуму внесен законопроект об отмене единого государственного экзамена. Доступный спорт объединения «Воркаут Тим Саров» приглашает всех желающих на мастер-класс по воркауту. Далее расскажем обо всем подробно. Очередные выборы состоялись в Сарове. На этот раз горожанам предлагали проголосовать за приоритетного кандидата на пост председателя КУМИ. Это, конечно, не сам конкурс на замещение вакантной должности, и лидер опроса совсем не обязательно займет кресло руководителя КУМИ. Тем не менее, в администрации обещают учесть результаты выборов при вынесении окончательного решения. Видимо, саровчане очень любят выборы. Любые. По крайней мере, об этом говорит явка. Центр поддержки предпринимательства, который на один день превратился в избирательный участок, посетило 1127 человек. И это в будни. Все эти люди спешили отдать свой голос за одного из кандидатов на пост председателя КУМИ. Такого ажиотажа вокруг этих своеобразных праймерис не ожидали, похоже, даже их организаторы. Мы тоже не ожидали такую активность людей. Буквально в 10 утра мы открыли участок, за час уже было 150 проголосовавших. Активно идут работники-предприниматели, активно идут пенсионеры, активно идут муниципальные сотрудники. Я могу сделать один вывод, что не все равно людям, с кем им дальше работать. Пик голосования выпал на обеденное время. Люди приезжали в ЦПП организованными группами. И в один момент только что пустующее помещение заполнялось народом. И даже, как тут не вспомнить выборы президента, образовывались очереди за бюллетенями. Впрочем, как показал наш опрос, далеко не все имели четкое представление о том, кого же они выбирают. Многие просто отказывались отвечать на наши вопросы. Кто-то говорил о некой активной позиции и лишь единице о том, почему для них важно, кто будет руководить КУМИ. Ну, потому что мы активны, нам не все равно, вот мы и решили пойти. А вы знаете, кого выбираем? Естественно, мы знаем, кого мы выбираем. Нет, не по фамилии, председателя КУМИ. Вы знаете, чем КУМИ занимается? Нет, вот этого я не буду вам сейчас, извините, пожалуйста, просто с другим поговорить. А для вас важно, кто будет возглавлять все это? Лично для вас? Лично для меня нет. А тогда почему вы пришли? Почему пришла? Да. Ну, просто проявите активность. Я считаю, что должен быть вот этот выбор, и он должен достойного человека быть. Нужно свой долг отдать, да, как бы все равно переживаем за город. И хотелось бы видеть у руля комитета управления муниципальным имуществом человека, которого избираем, да, как сказать. Вот, поэтому сделали свой выбор, надеемся, что правильный. Мне не безразлично, как бы, будущее нашего города. Соответственно, вот сегодня выбираем председателя КУМИ. И, на мой взгляд, это важно, использовать территорию в правильных целях. Изначально все задумывалось как опрос предпринимателей, кого бизнес-сообщество Сарова хочет видеть на посту руководителя КУМИ. Но к моменту голосования оно трансформировалось в общегородские выборы, принять участие в которых смогли все желающие, достигшие 18 лет. И моя идея в этом тоже заключалась, чтобы привлечь как можно больше предпринимателей, этим ограничиться. Но здесь у нас даже выступили и депутаты, потому что это неправильно, поскольку с председателем КУМИ работают не только бизнес-сообщества. И нужно дать проголосовать тогда в этом случае всем горожанам города Сарова. Я считаю, что муниципальное имущество принадлежит всем горожанам и распоряжается им от лица горожан городская дума. Но повлиять на того, кто будет готовить все проекты, решения и взаимодействовать с городской думой, с администрацией по муниципальному имуществу, может каждый гражданин города. Среди голосовавших в этот день, конечно, были и предприниматели. И их позиции по поводу расширения рамок опроса различны. Часть бизнесменов идею поддержали, часть выступили против. Вот представьте, вам предлагают голосовать, а все опошили тем, чтобы сюда пригласили физических лиц. Зачем тогда нас спрашивать? Могли бы нас и не спрашивать, сделать, что хотели, в администрации поставить, кого хотели. Горожане должны решать, кто будет управлять хозяйством муниципальным, а не предприниматели. Завтра молодой человек или кто-то захочет заниматься индивидуально предпринимателем. Сегодня не предприниматель, а завтра захочет заниматься предпринимательской деятельностью. Как вы думаете, ему это безразлично? Нет. Ему это не безразлично. Ровно в 18.30 избирательный участок закрылся и начался подсчет голосов. Результат поражает воображение. Муниципальный бизнес одержал сокрушительную победу над бизнесом малым. 861 человек поддержал заместителя директора ФГУ ПМРЦ «Волга-2» Людмилу Тырсину. Это 76% голосов. Такой рейтинг популярности тем более удивителен, что Людмила Викторовна вот уже 10 лет не живет в Сарове. Кандидаты, которых выдвинули на праймерис предприниматели, заместитель директора ОАО «Саровинвест» Леонид Бородулин и заместитель директора ОАО «Маквега» Дмитрий Лебедев, набрали 188 и 74 голоса соответственно. Еще один кандидат, советник генерального директора ООО «Уютный город» по правовым вопросам Алексей Волгин, накануне выборов снял свою кандидатуру, по его словам, по личным обстоятельствам. Результаты голосования обещают учесть в конкурсе на замещение вакантной должности, который состоится 22 мая. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В Государственную Думу внесен законопроект об отмене единого государственного экзамена. Авторы инициативы считают, что на сегодняшний день самостоятельная подготовка к выпускным испытаниям практически невозможна. Старшеклассникам приходится нанимать репетиторов, а сама процедура не может объективно оценить уровень знаний школьника. К тому же отмена ЕГЭ позволит проводить более качественный отбор при поступлении в ВУЗы. С 2009 года ЕГЭ стал одновременно выпускным испытанием из школы и вступительным экзаменом в высшие учебные заведения. И проводится он по 14 дисциплинам. Для того, чтобы получить документ об общем среднем образовании, необходимо сдать русский язык и математику. Ежегодно ЕГЭ в нашей стране сдают 750 тысяч школьников. Наш регион присоединился к этой процедуре одним из последних во всей стране. Татьяна Кузнецова окончила школу еще в 2007-м, но волнение перед выпускными экзаменами помнит, как будто это было вчера. На устный экзамен по истории в класс запускали по пять человек. Каждый под пристальными взглядами комиссии тянул билет и садился готовиться к ответу. Полученный опыт помог Татьяне без проблем справляться с экзаменами в институте. Я являюсь, так сказать, мамонтом традиционного экзаменационного движения. Я сдавала еще устные экзамены. После меня первый год ввели как раз систему экзаменационную, которая называется ЕГЭ. Я очень рада. Я очень рада, что мне посчастливилось, так сказать, закрыть эту эпоху традиционных экзаменов. А Михаил Меднов поступил в первый класс тогда, когда единый государственный экзамен уже становился неотъемлемой частью российской системы образования. По сути, Михаил не знает альтернативы. Готовиться к ЕГЭ выпускник начал уже в среднем звене. По мнению молодого человека, зачастую между знаниями, которые получаешь на уроках, и знаниями, необходимыми для сдачи ЕГЭ, есть много пробелов, восполнять которые приходится с помощью репетиторов. Как по мне, этот тест не дает именно проверки знаний. То есть там действительно можно угадать, там действительно можно просто нарешать этих однотипных заданий. Ты не понимаешь, что именно ты решаешь, ты просто запомнил алгоритм, что вот это значит это, и поэтому такой-то ответ. Сейчас вообще обучение идет именно на натаскивание сдачи ЕГЭ. То есть не на то, чтобы у тебя была большая куча знаний, а именно просто ты должен сдать ЕГЭ по этим предметам и по выбору еще предметам. Психологи считают, что выпускные испытания вне зависимости от формы их проведения неизбежно влекут за собой стрессовое состояние школьника. Волнение перед одним из самых ответственных событий в жизни – абсолютно нормальное состояние. Другой вопрос – как к нему подготовиться. В стрессовой ситуации мы все волнуемся, и каждый ребенок, каждый человек понимает, как наш организм дает знать о том, что начинается волнение или тревога. У кого-то потеют руки, у кого-то руки трясутся. Кто-то понимает как раз, что я ничего не помню, я ничего не знаю, я ничего не соображаю, даже куда смотреть, куда идти. Для того, чтобы справиться с таким состоянием, существуют конкретные способы. Перед экзаменом хорошо работает самоубеждение. Оно мобилизирует ресурсы и позволит взять разуму верх над эмоциями. Кому-то помогает переключение внимания или минутка аутотренинга. В ситуации подготовки к экзамену важно участие педагогов, психологов и родителей. Умение родителям самим не показывать это излишнее волнение своему взрослому ребенку. Потому что часто бывает, дети как-то относятся к этому нормально, они знают, что это неизбежно, что это нужно, и от этого никуда не деться. Но родители накручивают своим волнением, ну как же ты, ну вот как же это будет. Любое нововведение так или иначе всегда будет иметь своих сторонников и противников. И несмотря на то, что ЕГЭ уже давно и сложно называть новшеством, скептиков вокруг этого вопроса меньше не становится. Однако важно помнить, что результатом 11 лет, проведенных в школе, должны быть не только высокие баллы за ЕГЭ, но и готовность ребенка вступить во взрослую жизнь. Дарья Цапорыгина, Владимир Есейников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Департамент образования Сарова просит откликнуться горожан, у которых есть желание и возможность принять в семью двух братьев 2004 и 2007 года рождения и сестру 2010, оставшихся без попечения родителей. За информацией обращаться к специалистам сектора по охране детей, дом-учителя, кабинет 111 или по телефону 955-72. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России могут вырасти некоторые госпошлины. На днях правительство одобрило законопроект, по которому плата за регистрацию транспортных средств должна вырасти до 1500, а пошлина за водительское удостоверение до 3000 рублей. Как пояснили в кабине, увеличение размеров государственных пошлин позволит компенсировать затраты на внедрение документов нового поколения. Департамент городского хозяйства приглашает саровщин принять участие в месячнике чистоты и благоустройства. 24 апреля состоится третья акция «Лес Победы», в рамках которой волонтеры высадят более 300 сенецов сосен в лесном массиве в районе дороги к Садовому обществу «Кремешки». Всех желающих к месту акции отведет автобус. Отправление от городской администрации в 15 часов. К выходным сарове похолодает. Как сообщают синоптики, суббота в нашем городе будет прохладной и дождливой. Температура воздуха днем не превысит 9 градусов тепла. В воскресенье столбики термометра опустятся еще ниже, а ночью и вовсе возможны заморозки. По прогнозу, в этот день саровщинам нужно быть готовым к снегопаду. Воркаут – это не только полезно, но и модно. Вы наверняка много об этом слышали. Теперь можете научиться. Мастер-класс по воркауту пройдет в эти выходные на спортивной площадке в районе поймы реки Сатис. Занятия могут посетить юноши и девушки от 14 лет. Сергей Жуков узнал о воркауте всего 4 года назад. Модное спортивное уличное течение захватило молодого человека с головой. Началось все с простого подтягивания и общей физической подготовки. О трюках и фишках он тогда даже не мечтал. Просто увидел меня, друзья, начали заниматься в 2013 году. Мы с другом увидели видео, начали ходить на тренировку вдвоем. Вместе тренировались. Я научился один элемент. Он тоже один элемент научился. А потом дело пошло. Успешное выполнение того или иного трюка давало толчок к дальнейшему развитию. И так далее. Спустя 4 года тренировок у Сергея есть команда единомышленников и опыт, которым он с удовольствием делится с окружающими. Возможность перенять опыт на этой неделе будет у всех желающих. Мастер-класс пройдет на спортивной площадке в Саровской ривьере. Новичков попробуем научить чему-то, так сказать, что сами умеем. А так будем рассказывать, как заниматься, с чего лучше начать, какие упражнения. Мастер-класс по уличному виду спорта воркаут состоится в субботу, 21 апреля в 16 часов на современной спортивной площадке в Саровской ривьере. Прийти может любой желающий. И даже если спорт вас не привлекает, вы можете просто прогуляться вдоль набережной, где уже начинает зеленеть трава и отдохнуть от городской суеты и ритма на современных удобных лавочках, которые благодаря космическому дизайну практически парят в воздухе. Кирилл Возенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Театральный коллектив «Люкс» Бориса Созина принял участие во всероссийском конкурсе «Сияние талантов» Театра 2018. Саровчане представили отрывок из нового спектакля «Дюймовочка». Коллектив стал лауреатом первой степени в номинации «Драматический театр». В номинации «Художественное слово» артисты завоевали звание лауреатов всех трех степеней. Всего с конкурса «Люкс» привез более 25 дипломов и благодарностей. Сказку «Дюймовочка» театральный коллектив «Люкс» начал готовить еще в начале февраля. Еженедельные репетиции, пошив костюмов, создание декораций. И вот спектакль готов. И несмотря на то, что все артисты безупречно знают свои роли, справиться с волнением им было сложно. Самое сложное было перестать волноваться, выйти и рассказать с выражением так, чтобы передать все эмоции правильно, так как они должны быть. На конкурсе «Сияние талантов» театральный коллектив стал лауреатом первой степени в номинации «Драматический театр», а также получили награды в номинации «Художественное слово». Всего с конкурса «Люкс» привез более 25 дипломов и благодарностей. Это очень приятно, очень неожиданно. Ну, как народ сказал, что «Саров» вы крутые, реально крутые. Получили от этого куча эмоций. Нет, боялись, конечно, боялись, когда ехали, потому что думали много коллективов, много всего, конкуренция большая, но, видимо, мы их сделали. В первую очередь это опыт. Потом уже, конечно, естественно, детям, так же, как и участникам чуть постарше, естественно, важно, чтобы мы хотя бы хоть что-нибудь заняли. Но я всегда говорю всем, что главное участие, а не победа. «Кошкин дом. Снежная королева. Буратино». На конкурс было представлено более 20 сказок от театральных коллективов со всей России. Спектакль «Победитель. Дюймовочка» саровчане смогут увидеть 13 мая на сцене Центра культуры и Досуговнеев. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин